Всем привет! Добро пожаловать на канал Моя Родина Земля. Сегодня самым чудесным образом мы отправимся с вами в город моего студенчества Пятигорск. Но прежде чем вы начнете просмотр видео, я хотела бы рассказать вам о том, каким образом я оказалась в Пятигорск. Я родилась и жила во Владикавказе, училась там в школе, и сразу после школы решила поступать на исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета, потому что меня интересовала история и археология. Но в университет меня не взяли, не хватило баллов. И уже на следующий год моей целью стал историко-архивный институт в городе Москва. Но год нужно было чем-то заниматься, и я пошла работать опять же в Северо-Осетинский государственный архив. Моей единственной рекомендацией был аттестат о среднем образовании. И, видимо, он был в достаточной рекомендации, и директор архива тут же взяла меня на должность архивиста второй категории. Работаю я себе спокойненько в архиве. Уже в мае месяце из Москвы приходит письмо о том, что теперь вместо обществоведения нужно сдавать на вступительных экзаменах иностранный язык. Вот тут-то я и села, потому что, когда я училась в школе, у нас была чехарда с учителями немецкого языка. Я ничего в нем не смыслила и бросилась тут же к учительнице русского языка, к моей любимой, которая имела многочисленные знакомства. И она меня и познакомила с прекрасным педагогом по немецкому языку Тамарой Михайловной. Она была в то время уже на пенсии, преподавала на подкурсах в Северо-Осетинском государственном университете, преподавала немецкий. А до этого я не знаю всего послужного списка, но я знаю, что она преподавала в Суворовском училище и в университете когда-то на дневном отделении. А у Тамары Михайловны оказалось всего лишь пять дней, поскольку затем она ехала в санаторий в Кисловодск. А я, работая в архиве, имела только вечера. Тамара Михайловна все-таки за меня взялась. Она разбила всю программу немецкого языка, необходимую для вступительных экзаменов, на пять частей. И за пять вечеров она объяснила мне грамматику, и спустя пять дней я уже довольно-таки легко могла переводить тексты с немецкого на русский. И параллельно я учила, как стишки наизусть, рассказы о себе, о своих хобби, о том, где я живу, где родилась, что меня интересует и так далее. Она объясняла мне все экспрессом, а мне ничего другого не оставалось, как только на лету хватает. Я в Москву сдаю экзамены по немецкому на вступительных экзаменах. Я получаю четверку, по истории пятерку, а по сочинению тройку. И меня туда тоже не берут. Но тут я уже заинтересовалась иностранным языком, еще год работала в архиве, еще год занималась немецким уже на подкурсах у Тамары Михайловны. И решила поступать в Институт иностранных языков Пятигорска. Туда я поступила, просто сказать, с полпинка. И так случилось, что я оказалась в ныне моем любимом Пятигорске. Сбылась моя многолетняя мечта снова прогуляться по Пятигорску. И вот по дороге во Владикавказ, в наш родной город с сестрой, мы заехали в Пятигорск и провели здесь два с половиной дня. И приглашаем вас посмотреть то, что нас самих очень впечатлило в эту поездку. И, возможно, вам тоже захочется приехать в Пятигорск. Мы попали с корабля на бал. Ресторанчик Печорин. На каждом столе томик произведений Михаила Юрьевича Лервонтова. Овощной салат с козьим сыром в лаваше. Это что-то греческое похоже. Рыбная котлета, картофельная котлета и шпинат. Чудесный Пятигорск. А в Лермонтовской галерее какая-то индийская выставка. Но точно раздаются индийские напевы. От Индии нам не скрыться никуда. Ароматические палочки. Необычная фотография Леонид Ильич Брежнев со своей женой Викторией на индийском огромном слоне. Не прошло и полгода, как мы добрались до знаменитого Пятигорского провала. По дороге заглянули в бесстыжие ванны. И не только заглянули, и даже в них посидели, погрелись. Памятник предприимчивому Остапу Бендеру. Широкую рекламу Пятигорскому провалу сделали Ильев и Петров в своем романе «12 стульев». Если вы помните, Киса Воробьянинов и Остап Бендер продавали билеты на провал. Хотя на самом деле вход сюда бесплатный. Исследовать провал начали уже более двух веков назад. Образовался он из-за того, что сероводород испаряется, разъедает вот эти вот горные породы. И вот такая образовалась горловина. Озеро, вот эти необыкновенные красоты, бирюзовые воды, целебные. Но принять омовение в них невозможно, так как, видите, они зарешочены. В Пятигорске буйство птиц. Гостиница «Интурист». Она как была интурист, так и осталась. Снаружи ничто не изменилось. Спустя 30 лет. Ищем одно культовое кафе. И, по-моему, оно до сих пор находится в этом месте. Да, кафе есть, но я думаю, что это не то кафе, которое было в мои студенческие годы. Так вот, здесь теперь а-ля блинчик и какая-то лёгкая еда. А в былые времена здесь были вкуснейшие десерты, необыкновенные, которые в те времена я вообще нигде не пробовала. Только здесь, в Пятигорске, вот на этом углу. Было очень-очень классное кафе. Всегда битком. Опять кто-то сидит. Это же киса воробьянина. Пятигорское мороженое. Самое лучшее мороженое в мире, как утверждают пятигорчане. Своей изумительной красотой и драматической историей впечатлил нас кафедральный собор города Пятигорска, который изначально был построен по указанию императора Николая I в середине XIX века. С приходом советской власти в 1927 году прошла последняя служба, а в 1936 собор уже взорвали. Но в 1992 году решили восстанавливать собор, расчистили территорию, осветили, поставили железный крест и в 2000-х постепенно собор восстановили, расписали более 3000 квадратных метров внутренней части собора и более 700 квадратных метров алтарной части. Главными святынями является список иконы Иверской Божьей Матери, сделанной монахами в Греции на Новом Афоне, частичка креста, на котором был распят Иисус, и мощи Николая Чудотворца. Пирожная картошка сделана в Пятигорске. Впервые я такое отведала. Здесь же, в Пятигорске, на Цветнике. А это место с говорящим за себя названием «Кухни мира». Запахи ошеломляющие. Покушали мы очень вкусно, хотя, по моему мнению, здесь немного шумновато. Чебуречная. Медовик. Чак-чак. Настоящий. Гавайская и узбекская кухни. Страны соседям. Снова япан. Считаю, это дрожжевое. Взвесили тесто. Только у меня вопрос. Она этими перчатками брала мясо. Сыр тоже будет этими же брать? Да, для певи. Это работа для потрощиков. У меня нет ничего. Ну, у кого? Ну, я бы поспрашивала. Вон мальчик делает. Для кучинок. А тут вот, видишь, Качакури вот такой толпенький. Взвешивают, навес делают. Нужно наше, но не точно. В общем, в одних и тех же перчатках и мясо, и не мясо. Ну, что сделать? Нужно протерло в другое тесто. Пожалуй, это единственный недостаток этого кафе. Видишь, эти шустрее готовят. А, да, другая. Ну, пока другая. Наши с сыром и зеленью. Оно это может и протекает. Вон там дырочка. И оно и протечет. Видишь? В общем, для вегетарианцев-радикалов это сложно. Ну, конечно. Ну, это опасно, иначе твоя работа... Монголия. Да, дик, скотина. Хачин с зеленью. А у Иры? Хачин с картошкой и сыром. А у Иры? КОНЕЦ КОНЕЦ Бал у Лермонтовской галереи. Бал у Лермонтовской галереи. И в очередной раз меня восхитил и удивил Михаил Юрьевич Лермонтов. Как известно, он часто бывал на водах в Пятигорске. Впервые он приехал сюда со своей любимой бабушкой, а затем его отправляли уже и в ссылку сюда, и проездом он бывал в Пятигорске в путешествии по Северному Кавказу. Что меня удивило? Он дожил всего лишь до 27 лет. И в свои совсем юные годы Михаил Юрьевич Лермонтов написал такие потрясающие произведения, великолепные картины. Это был, конечно же, настоящий гений. Конюшни. Все сохранилось в оригинальном виде. Все сохранилось в оригинальном виде. Оригинальный столик, за которым сидел и творил Михаил Юрьевич Лервонтов, чудом сохранился. Возможно, через эти ворота въезжал на своем коне Михаил Юрьевич Лервонтов, будучи постояльцем этого чудесного беленького домика с соломенной крышей. Кот. Кс-кс-кс. Ты чей? Чипированные. Сестра говорит, это чипированные собаки. У них есть номер. И да, они ничьи. Просто их проверили, кастрировали и отпустили на волю. Чипированные бездомные собаки. Я не знала об этой акции, мне рассказала о ней моя сестра. Вот ходит песик, но, походу, он не сильно голодный. Подожди, пока второй не открывай. А нет, все-таки он согласен поесть. Не отказался. Наверное, второй съест, он же большой. Давай, подержи. Он гордый, он не сразу бросается. Все, до вечера будешь, наверное, сытый. Движемся к китайской беседке. Вот эти ступени точно, эти камни точно помнят Лервантова. Наверняка это была изначальная тропа. Может быть, китайской беседки тогда еще и не существовало. Но смотровая площадка уже наверняка была. Идем по неведомой нам тропе. Возможно, надеемся, в минут через пять прийти к минеральным источникам, в которые мы уже третий день ходим. Вид стропы. Да, это место так окультурено. Говорят, что это радоновые ванны. Они немного прохладнее тех, где обычно оздоравливаемся мы. Но в этот раз нам удастся их только сверху посмотреть. Подойти уже к ним мы не успеваем. Наскальная живопись. А вот и знаменитые бесстыжие ванны. Такое название они получили, потому что курортники оздоравливаются без одежды, сидя в этой горяченной воде. Ранее они находились немного в стороне. Потом по какой-то причине то ли это место закрыли, то ли приватизировали, то ли землетрясение случилось. Так окончательную версию я и не выяснила. А вот в этом месте их оборудовали недавно. Какой-то замечательный человек залил там что-то бетоном, все делал на свои собственные средства. Вот такую благодать он организовал для людей. Пока родители сидят в нарзановых ваннах, детишки сидят уютненько под деревом на травке. К слову сказать, перед посещением Пятигорска у меня разболелось колено. Мы посидели в ваннах три раза, буквально минут по 20-30, и у меня всю боль как рукой сняло. Архитекторы грота Лермонтова, братья Бернародавцы, которые, собственно, и построили Пятигорск. Уроженцы Швейцарии. Грот Лермонтова. Иола Варфа тоже работа братьев Бернародавцы, уроженцы в Швейцарии. Да, вот и связь между Швейцарией и Пятигорском. Прекрасное было героиня произведения Лермонтова. И были носик потерли. Друзья, это только предположение, что в этих трубах течет минеральная вода. Наверняка их подвели к очередному санаторию. И очень часто нам попадаются в Пятигорске подобные дома, которым точно больше ста лет, и вот они как-то заброшены. Настоящие памятники архитектуры Кавказа. Первый день мы пообедали в Печорине по приезду. Но, видимо, так я устала, что даже не стала снимать его. И, наверное, у меня изнутри нет снимков. Ну, ладно, в другой раз. Это вкусное место. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. А теперь мы несемся во Владикавказ. И уже в следующем видео репортаж будет из моего родного города Владикавказа. До самых-самых скорых встреч. Всех вам прекрасных благ. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok